Сегодня мы поговорим немножко о близком родственнике домашней кошки. Рысь – семейство кошачьих представитель, но совсем иного характер носитель. Отличия существуют и по внешнему виду. Почему же назвали рысью эту синьориту? Этимология слова «рысь» связана с окраской зверя. Переводится как «красный», «рыжий» с источниками зверя. Корни названия, уходя в истории глубины, предлагают ещё версию из древности пучины. «Светиться», «гореть» узнали о переводе сейчас. Означает, что рысь названа так из-за своих горящих глаз. Древние греки считали рысь животным мистическим. С умением столь фантастическим, предполагая, что рысь может видеть предметы насквозь, в любое время суток. Уж так повелось. Да ещё и под любым зрением углом, не теряя охотничьих навыков при том. Есть ещё интересное известие. В честь хищника названо даже созвездие. Астролог Ян Гевелий так объяснил и свой поступок предопределил. На этом участке неба звёзды малы настолько, что увидеть их могут глаза рыси только. Первая ассоциация с рысью для всех – это пушистый, пятнистый рыжий мех. Кисточки на больших ушках торчащих, только для рыси подходящих. Хвост короткий, отрубленный словно, большая кошка лишь условно. Без учёта хвоста, почти 130 сантиметров в длину, позавидовать можно такому прыгуну. Вес до 35 кило доходит, грация с ума всех сводит. Красиво устремляется вперёд по своей траектории, выслеживая добычу, патрулируя по периметру территории. Рысь, однако, самородна. Зимой у лапки зарастают шерстью плотно, что для облегчения пробегу помогает легче передвигаться по глубокому снегу. Рысь, как кошки, пальцеходящие, ей не страшны снега хрустящие. Острые когти спрячет в подушечке красотка, и обеспечена бесшумная походка. Бегун прекрасный и пловец отменный, рысь-охотник полноценный. Не страшны ей реки и обрывы, совершает даже дальние заплывы. И на местности ориентируется отлично, всё выполняет методично. Большие кошки не способны громко кричать, но и не будут они молчать, станут громко мяукать и шипеть, рычать, как мишка могут посметь. Остроты зрения и слуха так же не занимать, успешно в охоте могут их реализовать. Зато с обонянием рыси не повезло. Природа пошутила или сделала она зло. Фишка её – антенны для уха, но если их лишится, то потеряет половину слуха. Зверь никогда не поселится на открытой территории. Так уж повелось в её истории. Тайга и лесотундра – её излюбленные места, и это право неспроста. В хвойных и лиственных лесах труднодоступных максимально комфортно для кошечек крупных. Так в зарослях молодняка глубоко рысь устраивает себе логово легко. Дикая кушка ведёт образ жизни ночной, предпочитая днём покой. Получила у природы льготу, лишь с наступлением темноты выходит на охоту. В логово впрыгивают после ночного отсутствия, чтобы скрыть любые следы своего присутствия. Имеет чёткий стратегический план. Рысь как настоящий партизан. Несмотря на кажущуюся ленивую дремоту, не отвлекается охотник ни на йоту, фиксируя любые движения вокруг, что бы ни случилось вдруг. Даже по малейшему звонку всегда пребывает на чеку. Под покровом ночи начинается охота. Жертву хватает с полоборота. Поджидая в засаде, либо с наскока, она в порыве довольно жестока. Рысь подбирается из-под тишка. Прыжок другой издалека. Стремительных захватов ужесточения, не давая никаких шансов на спасение. Если добычу не удаётся поймать с первого раза, действует согласно внутреннего приказа. Может преследовать до 80 метров всего, затем отпускает на все четыре стороны его. Хищник не тратит энергию в пустую, включая тактику запасную. Легко переключается на другие трофеи, таковы её искусные затеи. Совсем ничего не делает от балды. Опытный охотник старается не оставлять лишние следы. По старым протоптанным тропам ступая, на обстановку невзирая, её навыки охоты к лучшим отнесены. К жертве рысь всегда подкрадывается с подветренной стороны. В трофейном списке, к глубокому сожалению, может оказаться любое животное, попавшее в поле её зрения. Чтобы кошке насытиться вполне, 2-3 килограмма мяса в сутки надо съесть наедине. А если будет очень голодна, 5-6 проглотит кошечка сполна. Преимущественно, одинокую жизнь она ведёт. Лишь на период размножения пару создаёт. Самка своих детёнышей премудростям обучает, и в них души совсем не чает. Познав уроки выживания в природе, пробуют янцы себя в походе. Научившись у мамы всему обстоятельно, начинают охотиться вполне самостоятельно. И, как все, с умением фантастическим становятся животными мистическими. Могут видеть предметы насквозь в любое время суток. Уж так повелось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok